Красивая женщина, Никита Борисович, Деджи Гурдан. Тяжело держать, без, но прочим, пока вы меня это не заберете, я так и буду стоять, как памятник и укор всем мужчинам, которые заставляют женщину трудиться. Наташа, я хочу сказать, подожди, ну не надо так много говорить, я не могу когда так много говорят, я прям нервничать начинаю. Вот, значит, я хочу сказать, что все началось, вообще весь шоу-бизнес последних лет начался с Никита Джигурды. Он, будучи моим другом, по секрету мне рассказал многие тайны, я поняла, в каком направлении надо двигаться. Никита Джигурда создал театр, создал театр с прекрасным компаньоном, женой и матерью его детей, Мариночка Анисина, я не вижу ее, Мариночка, ты где? Вот, я в любом случае заценила Жетруа, потому что это охренительная фирма и очень дорогая, французская, чтобы вы все знали. Вы журналисты будете писать, в чем была Марина Анисина? Ей будет грустно, если не скажут фирму, вот Жетруа запоминайте. Вот, значит, в чем Никита я так и не смогла уловить, потому что передо мной мелькали вот эти камни, скелеты и так далее. Мне просто, я лишний раз на него не смотрю. Вот, значит, мы, друзья, вы поняли, никаких амуров никогда не было. Что-то я хотела сказать, но забыла. Может быть, я хотела спеть. Давайте поаплодируем. И благодаря Никите многие потом поняли, что на самом деле сейчас людям гораздо интереснее вот такие вот шоу, которые происходят на сцене. Вместо того, чтобы корячиться, трачить, невероятное количество бабла на записи в студиях, выкупе песен у композиторов и поэтов, потом клип снимать, потом этот эфирить клип. Это все очень и очень непросто. Ну, сейчас попроще стало с цветом компьютера. Другое дело, когда у тебя грудь неожиданно выросла, и ты вспоминаешь Никиту Джигурду. Ёбка, я не сказала, я подумала. Я думала, а почему бы, собственно, нет, да? Чем записывать, тратиться? Я, вот вся такая великолепная красавица с каким-то размером груди, и все охренеют, потому что у них, наверное, ее нет, поэтому они так сильно удивляются. Понимаете, у нас ни секса нет, ни груди, ни у кого нет, ни личной жизни. Скажи, ну что это такое вообще? Абсолютно точно. Под каждое слово подписывается. Значит, у меня очень много друзей с разных стран и разных городов, и я думаю, что Дальний Восток к нам сейчас присоединится. Я редко исполняю эту песню, она посвящена моим друзьям, но поскольку Никиту знает везде, от самых до окраин, с южных и так далее, вот, то эта песня очень даже подойдет. Поехали. Я ее обожаю. Все покольники. Но я ее обожаю, эта песня. Я имею в виду покольники, которым посвящалась эта песня. Но вы знаете, когда мы ездим по гастролям, выступаем для всех. Мы всех любим и все ваши родственники. Когда они уходят, очень грустно становится. На Дальнем Востоке есть город любимый до слез. В суровой тайге, Никита, он с нами трудился и рос. Здесь раньше над дикой рекой, дай дашь или сделали ствой. А нынче раскинулся город прекрасный такой. Там со мной снова море.